Вас приветствует Политбюро и мы начинаем наше заседание с участием политического эксперта Михаил Чаплыга вместе с нами. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, на повестке нашего заседания есть вопрос о визите федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину. На ваш взгляд, зачем фрау Меркель едет в Киев и что она хочет сказать нашему президенту Владимиру Зеленскому? Я думаю, что тут будут иметь место клещи так называемые. Клещи заключаются в следующем. С одной стороны будут давить со стороны США, с другой стороны будут давить со стороны Германии. Причем клещи касаются именно политических моментов, которые не связаны с энергетикой. Речь идет о Минских соглашениях и формуле Штайнмайера, которую в свое время согласился подписать и имплементировать Зеленский в обмен на то, что он гарантирует транзит через Украину российского газа до тех пор, пока Германия достроит Северный поток-2. Собственно говоря, об этом и была беседа в Вашингтоне между главой США и главой Германии. А нас при этом поставили перед фактом. Визит Меркель имеет несколько измерений. Измерение первое – это дата визита. Дата визита выбрана с иезуитской точностью, аккурат за один день, то есть даже меньше, чем за 12 часов до начала так называемой крымской платформы. Это то, что Зеленский пытался сделать новой пиар-площадкой после того, как проиграл все возможные ставки на восточном направлении. Не смог войти в историю как президент-миротворец, как президент, который принес мир в Украину и решил конфликт на Востоке. Соответственно, проиграв это все, он решил заменить. Ну, то есть, знаете, как предыдущая серия не удалась, давайте начнем новую и пусть это будет крымская платформа. Конечно, в обозримом будущем никто из специалистов не может сказать, как вернется Крым и вообще как можно его вернуть, но, по крайней мере, поговорить об этом мы можем. Ну, вот такой себе пиарный ход конем, который придумал Зеленский. К сожалению, отказались ключевые игроки, отказались участвовать в этом действии, понимая, что это все, ну, с одной стороны, бесполезно напрочь, с другой стороны, служит исключительно пиаром, а с третьей стороны, может осложнить отношения с Россией. Соответственно, ну, в лучшем случае остался Мозамбик, ну, может быть, Лихтенштейн. Вот, собственно говоря, Меркель, которая должна была стать, очевидно, ключевым лицом в этой платформе, ну, не будет представлена. Более того, она приедет в Киев и уедет из Киева за 12 часов до начала этого форума. То есть, это такая дипломатическая пощечина Зеленскому, ну, чтобы он знал свое место. Это первое. Второе. То, что привезет Меркель, она привезет понимание Зеленскому ультиматума, что либо Зеленский исполняет свои обязательства и имплементирует формулу Штейнмайера в законодательство, причем с четкими датами, с четкими дедлайнами, с четким пониманием, как и когда это и какими силами делается, и взамен он получит возможность транзита, а это означает, что власть сможет и дальше грабить украинский народ, имитируя реверс, а на самом деле осуществляя незаконный отбор газа из транзита. Либо эта лавочка закроется, транзита не будет вообще, то есть просто Россия заплатит штрафные санкции, транзит остановится, и тогда сказки о том, что у нас идет реверс, тоже закончатся. То есть все поймут, что король голый, и нас просто грабили. Ну и, собственно говоря, Меркель предлагает Зеленскому сохранить их крестики, трусы, соответственно, согласиться на то, что он пообещал на имплементацию формулы Штейнмайера. Соответственно, будет определенный маленький, ну какой-то объем транзита будет, это будет позволять брать оттуда газ и выдавать его для граждан Украины, выдавать его за реверс. Ну, то есть сохранить себе лицо, что называется. Это раз. Второе. Меркель предлагает дать один миллиард денег на так называемую зеленую энергетику. Это то, с чего кормятся все олигархи, примкнувшие к ним Порошенко, кормятся из карманов украинцев. То есть под видом, скажем так, инвестиций, чего-то еще, сюда позавозили всякие, скажем так, производство электрики из кизяков, извините, говна и палок. Вот, стоит это сумасшедших денег, но эти деньги платим я, вы, все, кто нас смотрит. Мы платим деньги из нашего кармана, стоит это в космические разы больше, чем электрика, которая произведена была бы из атомной энергетики, но которую мы в свое время декоммунизировали. Вот, называется это гарантированный покупатель. То есть, грубо говоря, деньги из бюджета, то есть из нашего левого кармана, напрямую уходят олигархам. Ну и чтобы им было вкусно кушать, этим олигархам, значит, ну и, соответственно, и Зеленскому, который недалеко от них ушел, Меркель предлагает один миллиард денег, которые она даст взамен на то, что Зеленский согласится на эту формулу. Собственно говоря, с этим ультиматумом едет сюда Меркель. Ее задача просто озвучить это все и прорисовать сценарий, что будет, если он на это не согласится. Более того, она его, по сути, готовит к тому, что по прилету в США он встретится с другой стороной клещей, встретится с позицией США, которые считают Германию своим стратегическим партнером настоящим, соответственно, ссориться не хотят. А США в Украине интересует уничтожение нефтегаза, уничтожение, подчеркиваю, нефтегаза. Они хотят повесить трубу, содержание трубы, повесить на украинский народ, для того, чтобы через эту трубу шел хоть какой-то транзит, и чтобы власть Украины могла под видом этого транзита отбирать русский газ и грабить еще раз собственное население. Это первое. И второе. США интересует отчуждение газовых хранилищ в Украине, то есть раздробить нашу транспортную систему, выделить из нее хранилище, где они будут закачивать свой собственный американский сжиженный газ для того, чтобы быть игроком на европейском рынке и играть в свои игры. Собственно говоря, с одной стороны приехала Меркель, которая выставит свои условия по Штайнмайеру, с другой стороны США выставят условия о том, как они хотят раздеребанить наш нефтегаз и что Зеленский должен отдать США взамен. На ваш взгляд, вопрос, имплементация формулы Штайнмайера уже фактически решен в пользу, не в пользу Украины? Этот вопрос был решен еще в 2019 году, когда Зеленский приехал в Париж. Я вам подчеркну, очень важно, зайдите в гугл и проверьте мои слова. Главными в этих делегатах, то есть на переговоры в нормандском формате по Донбассу, приехали представитель Газпрома, Газпрома, представитель Минэнергетики России, представитель Минэнерго Украины и представитель Нафтогаза. Это переговоры по Востоку. Так вот, для того, чтобы скрыть главную суть этих переговоров, речь шла о том, что Зеленский гарантирует транзит газа через Украину в Европу из России до тех пор, пока Европа достраивает с России Северный поток-2. Зеленский собственными руками согласился участвовать, по сути, в достройке этого Северного потока-2. И вот он достроен. Но, очевидно, взамен финансовых, то есть деньги же за это заплатили, причем большие. И эти деньги не пошли нам, подчеркиваю. Они пошли мимо нас через отжатый у нас американцами отжатый нефтегаз. Более того, очевидно, с Зеленским, ну, может быть, не поделились тогда, но, наверное, поделятся сейчас. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что Зеленский, играя в эти энергетические игры, в том числе и финансовые, за право после Порошенко дурманить украинский народ, рассказывая сказки про реверс, он подписал в том числе и политическую часть Минска. Соответственно, Зеленский обязан выполнить то, под чем он сам подписался. Спасибо, Михаил. На этом и будем заканчивать наше заседание нашего Политбюро и начинаем готовиться уже к следующему. Михаил Чаплыга был сегодня вместе с нами. Спасибо нашим зрителям также за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok